Ну что, привет друг, с тобой Эван, мы продолжаем играть на сервере CCD Planet сервер номер 2, все как всегда, и как ты понял по названию и по превью ролика, сегодня мы посмотрим на новое обновление 3.33, поэтому готов что-нибудь покушать, а я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, а мы начинаем. Ну что, ребят, спустя время мы возвращаемся в МТА и начинаем с обновления, по классике, читаем чинжлог, после чего едем смотреть обновление, все тайм-коды есть у вас внизу в описании, либо на ролике, перематывайте туда, где вам будет интересно. Начинаем с чинжлога, знаешь, первое, это самое прикольное, то что на CCD добавили новую работу, прикаляете, да, это работа водителем автовоза. Вам предстоит доставлять автомобили из порта Лос-Антоса и Сан-Фьерро, а также со склада в Лас-Вентуросе, в автосалоны. Будьте внимательнее при выборе маршрута, прицеп автовоз высокий, а поэтому не каждый тоннель способен его вместить. Можно работать, используя тягач, находящийся в собственности, либо арендовать непосредственно при начале работы. Добавили новый транспорт, можно сказать, что они вернули старых легенд. Это Corvette C6 CR1, вот, добавили McLaren P1 и Volvo FH16, ну, это фура. Также обновили полностью модельку BMW M5 F10, к сожалению, убрали тюнинг универсала. Добавили антихром на R6 C7, исправили стоп-сигнал на LaFerrari, антихром и заводские колеса обновили на 213 Ешке, также на ЦЛС-218 надавили антихром, сделали активный спойлер для СЛ нового и добавили несколько новых колесных дисков. В принципе, по чинжелогу это все, но этого более чем достаточно, как бы, для месячной обновы, да, прошлое когда выходило. 27 апреля, реально, даже месяц еще не прошел. Поехали смотреть. Знаете что, нам нужна работа водителем автовоза, я так понимаю, это в порту, да. Поехали в порт ЛС, мы как раз недалеко находимся, вон все работают. Я так понимаю, эта фура под этот мост не влезет и нужно будет объезжать ее слева. Это чисто догадки, но мне кажется, что это так. Давайте по лайфхаку, чтобы не заезжать, не объезжай, сразу выйдем в порту. Было бы прикольно, если бы эта работа была связана непосредственно с автосалонами, то есть пока кто-то не завезет автомобили в автосалон, никто их купить не сможет. С одной стороны, это было бы прикольно, а с другой стороны, эта работа сейчас попользуется спросом, после чего все не будут кататься, все забьют хер и все автосалоны будут пустые. И будут заставлять каких-то хелперов, либо еще кого-то, ну, либо поднимать зарплату. С одной стороны, прикольно, а с другой стороны, ну, такое. Значит, у нас есть ежедневные задачи на работе. То есть дополнительные миссии, за которые можно еще заработать денег. А уровни, конечно же. Только подробнее кнопка не работает. О! То есть надо было, чтобы кто-то освободил фуру. Угу, тяжело. Окей, у нас есть фура, FH16, Volvo. Мы цепляем автомобили. Вот, прицепили. Отправляйтесь за прицепом. Отправляйте в автосалон американских автомобилей. Но я не понимаю, почему в американцах есть ли здесь автомобили все. И они, кстати, такие полигональные, если можно так сказать. Очень по качеству низкие текстуры. Но это сделано, скорее всего, во благо оптимизации. Знаешь, что у нас есть? Чирок, Гольф, Ешка 212, РС6, Альфа Ромео и Порш. Абамва. Так, значит, американские автомобили. Это в Лас Вентурасе. Вот здесь. Ну что, поехали. Нет, салончик нормально, нормально. Блин, так давно уже не дальнобойл. Но это вообще не только в МТА. В ГТА Сан-Андрес. Сразу вспоминается какой-то 14-й год, Даймонд РП, дальнобойщики. Ехать аккуратно с шахты, либо с лесопилки, чтобы тебя не грабили байкеры. Эх, молодость. Значит, заезжаем мы в автосалон американских автомобилей. И здесь очередь. А, кстати, BMW есть реально. Х5. Но у меня Альфа Ромео. Ребята, а мы будем как тру дальнобойщики, будем сдавать задом на фуре. С видом Ацелона. Блядь, нихуя не вижу. Сука, я уже думал, как в ЕТСе будут. Идет разгрузка. Давайте. Это как в ГТА-шке сделание этих чекпоинтов. 46 800 рублей. Отправляйтесь за новым прицепом. Ну, 46 800. Я бы не сказал, что мы запарились. Просто ехали на фуре за 46 800. Мне кажется, вообще имба. Нет? Я, конечно, очень давно работал на ССИДе, потому что у меня работают вклады, которые я не начал и забыл месяца три назад. И работает бизнес, но 46 800, это охуенно. Сейчас бы вспомнить 2017 код пензовозов. Как я ебашил на свою первую BMW E34. Несколько часов по 10, по 12 тысяч. А здесь раздают 45. И даже париться не надо. Это халява. Вот, теперь мы будем ввести X5, кстати. А, вот там даже M2 есть. Ну да, они немножечко чередуются. Да, чередуются, немножко место меняется. Нормально. Отправлять... Тоже автослон американских автомобилей? Это типа халява. Плохо в этот раз в очереди не нужно стоять. Оп-оп-оп-оп. Не, но ездить здесь с задним ходом намного легче. В чем в ЮТСе. Спасибо. Пи... Сколько, блядь? 51 900? За то, что я привез вот с этого порта в этот автосалон? За 2 минуты? 51 900? Это лучшая работа на CD Planet. Это лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире? Да, лучшая работа в мире. Так, что мы в этот раз будем ввести? В принципе, все то же самое. Только гелик поменялся. Теперь ехать 4,1 километра. То есть... Стоп. Отправляйтесь в автосалон Мерседес. 4 километра до автосалона Мерседес? Блин. Я думал, 4 километра это к элитному автосалону, а не Мерседес. Ох, ребята, ребята. Вы даже не знаете, что вас ждет в следующей серии по CD Planet, которую я записал, конечно, еще где-то полтора месяца назад. Но что-то связано с этими автосалонами. Очень интересно. И очень дорогое. Так, я еще, блядь, неправильно заехал. Или... Ну, почти правильно. Надо было жопой оттуда давать. Ну, что, вырулим. Эх, ребята, ребята, ставьте лайк, если вы ждете GTA 5 из CD Planet. Третий раз. Ну, я, если честно, очень жду. Потому что 72 тысячи заплатили за этот раз. Охуеть. Я очень жду, потому что в прошлый раз с CD в GTA 5 мне реально понравился. Он мне нормально навалил по просмотрам. Это было реально весело. Ради эксперимента. Я влезусь или не влезусь? Ну, так как они писали про то, что не каждый автомобиль влезет, то не каждый автомобиль влезет. Ауф. То есть мы делаем вот так. И все. И теперь каждый автомобиль влезает. Отправляйтесь в автосалон Лада. Вы видите хотя бы здесь один Жигуль? Сейчас все в этих фурах, в этих прицепах. Новый транспорт завезли на CCD. Вот. За Жигули. Вот автосалон Лада, например. Да? Вот сколько мне отсыпет автосалон Лада? Мне кажется, очень мало. Ну, давайте посмотрим. 55 тысяч. Ясненько. 2,1 километра это что? В Ассав ехать? Ой, нет. Нет, нет, нет. В Ассав, кстати, не в порту, а в аэропорту. Ладно, давайте для разнообразия поедем в Ассав. Или не будем? Или поедем? Ладно, давайте поедем. Везде были в Ассав, не были. Погнали. Хера, он попер. Это будет опять автосалон американских авто. Европейских, понял. Не надо, брат. Ну, не делай этого. Значит, водитель автовоза. Бам. Общий доход 226 тысяч. За сегодня заработал. Блин, я что-то так давно в МТА не ездил здесь. А здесь, оказывается, что он так валит жестко. Что-то охуело, если честно. Поехали, посмотрим на новенькие автомобили, которые у нас добавили. Это Макларен Корвет. Вот. Поэтому давайте сразу заедем к Макларену. Я не думаю, что он находится в Европейце. Это было бы глупо. Но стоит он будет где-то 700 тысяч долларов, может, по миллион евро. Наверное. Лямов 30-40 где-то. А 30-40 лямов это 300 тысяч? Либо 400? Ну, нет. Он под миллион где-то. Вот так, я думаю. А где наш Макларен? Вот. Миллион 400? 140 миллионов рублей выходит, да? Если по 90 считать. М-м-м-м-м-м. Ну, у меня есть около 650. Охренеть. Не, ну выглядит он прелестно. Кстати, это новая моделька, а не та, которая была когда-то на CCD. Легенда. Сколько он едет? 350 километров в час едет. А 720-й? 340. А стоит, нахрен, дешевле. 918-й едет 355 за 990. Ну, это из-за того, что это Макларен. Ну, блин, могли бы минимум 360 сделать. Блин, это второе же обновление, когда добавили новый крутой автомобиль в элитный автосалон по типу Enzo в прошлом обновлении зимой, да? Добавили теперь Макларен B1. Это два автомобиля, которые бы я хотел прикупить. Но у меня просто нет денег на них. Они слишком дорого стоят. Ладно бы они соответствовали характеристикам, но нет. Они просто а-ля эксклюзивы, поэтому дорого. Ну, как эксклюзивы. Просто они дорогие и не особо едут на свою стоимость. Поэтому рассчитаны на людей, которые нравятся этот дизайн. А Corvette C6 охеренный. Ну, C7? Ну, прикольно, но это уже не то. А C8 вообще молчу. А 5700? Это 57 тысяч долларов. А этот 75. Сколько едет? 290. И это 290, и это 290. Ну что, ребят, у меня, в принципе, на этом все. Вот такой вот новый видос по CCT Planet. Все, что я могу сказать, заходите, пока не пофиксили зарплаты. Потому что они реально очень имбовые. Все ссылки на сервер есть в описании. Если ты давно хотел начать играть, либо, по крайней мере, попробовать, то это самый лучший момент, чтобы начать. Я надеюсь, тебе этот ролик понравился. Обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Я надеюсь, их скоро будет очень много. Нажми на лайкос, помоги продвинуть этот ролик в топ. Колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми, никогда их не пропускать. Ну а с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.